Талисман выльгордского музея «Кот Пас» прячется от камеры. Видать, устал. Он целый день был в эпицентре внимания на форуме, посвященном усатым служителям музеев. В Соктовдинский район Коми для обмена опытом прибыли десятки работников музеев, и каждый из них подмечает. Такие усатые кота-хранители привносят свою собственную атмосферу в коллектив. Надо сказать, что если кот Филимон своим независимым характером воспитывал в нас достоинства, то Персей работает над второй частью – над созданием и укреплением атмосферы любви. Самое главное, мы работаем над укреплением атмосферы любви во всех ее проявлениях. И Персей этому сейчас очень хорошо способствует. Коты – настоящие сертифицированные сотрудники. Кто-то работает кототерапевтом, другие – блюстителем порядка, а наш кот Пас и вовсе генеральным директором музея. Вне зависимости от должности, каждый из них выполняет свою особую роль защитника музейных экспонатов. «Есть очень много положительного в том, что при музеях живут коты. Коты – это прежде всего охранники музейных фондов. От кого? От мышей. Поэтому нужно поддерживать те музеи, где есть работающие коты. Я думаю, что этот форум нужно сделать ежегодным и проводить не только у нас, скажем, как организаторов, а в других городах, где есть эти коты». Идея проведения подобных форумов на постоянной основе была радушно принята коллегами из других городов, в том числе и кошечкой пифией породы Двэльф. Она приехала к нам из Санкт-Петербурга. «Отличная идея. Действительно, обмениваться идеями очень полезно. Расширять сотрудничество и обсуждать способы взаимодействия. Я думаю, что мы от лица Санкт-Петербурга и конкретно нашего кошачьего государства, Республика Коша, готовы пригласить участников на следующий год уже нашу кота-культурную столицу и провести форум уже там». В рамках кота-форума в музее открылась Вологодская передвижная выставка «Мурлыканье деревянного зодчества». Здесь представлены работы дизайнера Валерия Малиновского, вложившего в картины всю любовь к мурлыкающим домашним питомцам и деревянной архитектуре. Вечером для участников форума состоялся концерт в честь 25-летнего юбилея музея. Арина Попова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.